Друзья, вот очередное продолжение. Сегодня у нас две главушки, 18 и 19. Следующее видео будет включать 20, 21 и 22 главу. Так что не пропустите, будет много интересного. И не забывайте подписываться на переводчиков. Добавляйте закладочки, ставьте сердечки. Для переводчиков это хороший стимул почаще выпускать главушки. Все ссылочки есть в описании. Эй, ты! Просыпайся! Чего? Да как ты смеешь бить меня? Ты чё, умереть захотел? Ааа, босс Юдзи, простите, я был сонным. Спасибо, что пришел сюда, как я и хотел. Похоже, ты поверил моим словам. Босс Юдзи, если вы в самом деле сможете дать мне способность, вы все сможете получить. Деньги, девушки, статус! Мне это неинтересно! Эй! Получить способность легко. Просто посмотри в мои глаза. Контроль человека. А теперь расскажи мне, что ты знаешь о синей пилюле. Что происходит? Неужели не получилось? Лю Юань, дай себе пощечину! Я зря проявил инициативу. Может быть, у него уже есть способность? Способность выше Ц ранга, которая делает контроль человека неэффективным на нём. Ментальная атака. В прошлый раз он не напал на меня, когда я был в баре. Но не похоже, что у него есть хоть какая-то способность. В любом случае, я попробую. Извлечение способности. Аааа, какого чёрта! У него и вправду есть способность! Способность А ранга. Название. Возрождение. Описание. Только раз после смерти вы сможете возродиться и вернуться на день назад. Оценка. Способность А ранга. Но её можно использовать только после смерти. Как же это глупо! Этот парень на самом деле владелец способности А ранга? Эта способность, несомненно, позволит переломить ход событий. Лю Юань, я буду добр к тебе после того, как заберу твою способность. Сейчас я вложу в него жемчужину, которую получу в центре обработки трупов. Просыпайся! Ааа, босс, дайте мне способность! Ааа, подождите, когда это я успел заснуть? Всё в порядке, ты просто слишком устал. Видишь это кольцо? Ааа, да. Это кольцо звёздного поглощения, сделанное организацией. Ты можешь использовать его для кражи факторов способностей у других. Ооо, оно действительно может сделать это! И что дальше? Организация использует особые методы и превращает эти факторы способностей в лекарства способностей, которые может наделять обычных людей способностями. Ааа, да. Такое особенное? Ты ведь не обманываешь меня? Можешь выпить это, и тогда узнаешь, правда это или нет. А может быть это яд? Но если бы он хотел убить меня, он бы не стал тянуть с этим до сегодняшнего дня. Ах, пофиг, я сделаю это. Ааа! Ааа! Что? Что это? Ааа! Хе-хе-хе! Ну, скоро ты узнаешь силу способностей. Ааа! Вся мое тело, оно горит! На самом деле, это не имеет никакого отношения к лекарству. Это я управляю жемчужиной способности на расстоянии. Что? Я... Что это? Способность к трансформации. Что думаешь об этом, оборотень? Так это и есть способность. А мой брат может превращаться в дракона. Я слабее или сильнее его? У твоего брата способность А ранга, а у тебя только Е ранга. О, я... Между нами такая разница в три ранга. Не волнуйся, ты только что вступил в организацию. Поэтому мы можем дать тебе только лекарство Ф ранга. Этот Лю Юань превратился в оборотня. Но почему он так глупый и мил, словно Хаски? Но, учитывая, что нам с тобой придется работать вместе, я изменил его на Е ранг для тебя. Из этого следует, что у них в организации есть и другие способности. Тогда не значит ли это, что однажды я стану сильнее своего отца? Отец, можешь ли ты изменить его на ранг для меня? Эй, ты кого отцом тут назвал? Тогда я буду называть тебя своим крестным отцом. Я никогда не встречал человека, который был бы добр ко мне. Ай, у меня его нет, даже если ты будешь называть меня крестным отцом. У организации есть свои правила. Ты можешь получить его только тогда, когда сделаешь достаточно достижений. Хорошо, крестный отец, что мы за организация? Слушай внимательно. Название нашей организации – Судьи. Она создана одним могущественным человеком. Под началом босса находятся 12 зодиакальных руководителей. И мой знак зодиака – петух. О, такой могущественный человек, как крестный отец, является лишь руководителем? Тогда насколько могущественен босс? Не пытайся угадать. Босс не тот, кто часто показывает свое лицо. Он очень загадочен. О, тогда, крестный отец, как я смогу быстро заработать свои достижения? Конечно, это происходит путем выполнения заданий, которые дает организация. У меня как раз есть задание для тебя. Ты будешь использовать свою личность, молодого господина компании Кунь-Лунь, для поиска информации о синей пилюле. Синяя пилюля? Что это? Кажется, это пилюля, которая может увеличить чью-то силу. Я пришел в Луган, чтобы узнать о силах, стоящих за этой штукой. О, она действительно может увеличить чью-то силу. Какая замечательная вещь. Эй, не вынашивай злых идей. Был один герой, который использовал ее и случайно причинил вред невинному человеку. О, да. Эй, а кто причинил вред невинному человеку? Герой Оранга вашей компании. Ледниковый авантюрист. Что? Ли Цаньян? Он всегда ведет себя круто, но на самом деле он наркоман? Когда найдешь полезную информацию, мы встретимся здесь вновь. И тогда я дам тебе способность Д-ранга. А, да, хорошо. Ах да, я кое-что забыл тебе рассказать. Эффект лекарства длится всего неделю. Твое время ограничено. Ты должен выполнить это задание в течение недели. А? Чего? Чего?